моя тарахтит по утрам так всем привет я бы сказал доброе раннее утро то есть парни счетчики сброшен на ноль сейчас я выставляю маршрут по навигации запас хода компьютер показывает 716 на думал вырастет стартуем и едем в минск так народ полет проходит вообще просто отлично мы уже проехали 420 километров вот находимся сафронова сафонова ситуация какая дорога просто супер я еду примерно со скоростью 1340 кадров час навигация очень помогает в том плане то что он не говорит то что там камера и я сбрасываю вижу тоже другие люди там фуры кто едут ведь уже здесь не первый раз тоже на всех тех же участках сбрасывают вот а так дорога бесколейности просто едем идеально поэтому уже 420 кадров еще 400 км и все и мы на месте поехали а вот собственно мы проезжаем таможенный контроль то есть таким образом я понимаю мы подбираемся границы заправился до полного 98 на бипе бензин стоил один литр 40 рублей 79 копеек и конечно не помню но мне кажется в область я заправляюсь примерно по 43 рубля залито то есть бензинчик оказалось подешевле ну да собственно есть граница белоруссия навигатор работает четко все показывает обо всем я предупреждаю а вот он и знак республика беларусь но вот мы и в беларуси все гоня в минск гоня в минск срочно срочно двести пятьдесят шесть кадров камера мотор веду эпоктаж на сквозьте ребята покажи осталось вот сюда 129 до минска я поставил в навигации центр города парня чувствуете покажи вот чувствуешь шуми до машины вот едем 140 сейчас просто чуть-чуть пригодим притоплю дорога отлично вот эта дорога такая с камушком сделано блин супер вообще такую дорогу обожаю с ней прям вот цепочка отличная я вот еду сто семьи сто восемьдесят я просто не знаю как вот я ж на русских номерах по идее теперь я гость мне сразу выписать нельзя был дождь просто лил 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 а сейчас приехали вот беларусь то есть мы проехали примерно по беларуси 80 метров и вот распогодилось все ну погод передают на эти два дня солнечную вот бензин из расходу дальше короче херню из расходов просто вот как выехали потратили сколько а бензин заправили до полного сейчас перед въездом и два раза воды купили все платников вообще никаких нету заплате платили за один это это московской области там на 4 все все остальное едем просто нас никто не раз не останавливал пару раз видите гаишников что-то там стоят тусуются вот и все поэтому едем дальше ребята пит стоп притормозиться минск москва вот дорога который передо мной то есть получается направо минск мы едем а до минска осталось 100 километров вот и москва лес зеленый сейчас мы выпьем чайку если у нас есть чаек сейчас мы съедим курочку и поедем дальше просто с собой брали ну так вот что взяли-взяли как бы уже подъезжаем в принципе можно было бы и в отеле уже поесть но раз взяли височки а мы мои дисочки мои конфетки для тачка парня управляется просто отлично просто идеально прям едем кайфуем с комфортом вот это можно сказать проехали без остановки километра сколько 600 работает вентилятор охлаждает ваще не останавливались чисто так вот просто бензин заправить водички купить и все и дальше гнали просто летели все пацаны это минс это минс 13 километров до центра города вон он красавчик а город герой минс красавчик все пацаны я на месте номер 39 специально под меня это короче подземная парковка вот у меня всем привет вот он мой отеляндр за номер на три ночи взяли 4 миллиона 200 тысяч короче по нашим от примерно 15 тысяч ну там плюс минус минус там не больше 15 тысяч чем покажу номерок вот такая у меня нора это на кровать вот он так сказать уже балкон уже балкон выходишь такой опачки хотел он туда машину поставить на чудо не верят карточку паркинг паркинг только крытый паркинг там она но на храняемый это важно а то я зашел смотрю там один их 6 стоит без колес и горит еще наши на монтаж увезли ли говоря за ночь да нет у нас этого нет понятно нету смысле краж вот ну ладно это просто задний двор ванна прекрасная ванна чистая пожалуйста для это саму похоже вот она пиво по маске свежие самоварь на и не достать пенка стоит она не холодная вкусно попробуй не хочешь ну не люблю я вот она пивнушечка то а вот это я понимаю пивнушечка здесь пиво варят сами вот это домашнее настоящее пиво вот 4 и 2 где обучка вон вон она пивоварня вон она прям здесь он процесс идет сейчас пиво готовится так все день 2 приехали осмотрелись вчера специально ничего не стал снимать чтобы посмотреть все лучшие места по крайней мере осмотреться пройтись по городу на самом деле город очень классный чистый очень много памятников победы победе вот и ну реально такой европейский маленький городочек соответственно сейчас иду гулять по парку и и и и и и и и и Смотри вдаль, Наташа! Продолжение следует... Продолжение следует... Соответственно, все свежее, все прям, грубо говоря, приготовлено. Взял, съел. И недорого. Сегодня у нас суббота уже. Мы тут два дня просто ходим вперед-назад, вперед-назад. Там всем везде побывали. Ну, как везде, во многих местах уже побывали. Могу с уверенностью сказать, что вот место для обеда вообще вполне. Конечно, тем, кто не брезгует, есть в столовых, а то есть, где у вас есть такие, которым нужно ресторанчик. Ресторанов очень много. Выбор большой. Сегодня вот фонтаны заработали. Походной день сегодня. Кафе-то находится напротив дворца спорта. Очень много велосипедистов. Сегодня велопробег. Да, сегодня велопробег какой-то. Там народу вообще полно. Ну, а так вообще вот сегодня субботу, смотрите, центральная улица. Подобрать внимание. Мы сидим, едет только одна машина. В Будне-то особо машин нет, то есть, ну, по сравнению с Москвой. Ну, в чем кайф? То есть, сидишь в улице, отдыхаешь. Спокойно. Народ спокойно ходит. Криков нет. На центральных улицах, как вот правило, полиция ездит постоянно, смотрит. Ну, а здесь еще милиция пока. Вот. И, соответственно, бухать нельзя вот так вот сидеть. С алкоголем, еще с чем-то. В чем, собственно, огромный плюс. Нету пьяных. Во сколько ходим, уже гуляем, третий день получается. Ни разу еще не натыкаюсь на какую-то такую суперпьяную компанию, чтобы сидела, орала там и так далее. Народ тусуется, гуляет. Вот сейчас зашли в универсал. Вот он реально, как в советское время, прям зашел, как будто лет 10 назад окунулся в магазинчик. Атмосферка такая, соответствующая. Собак нету. Где собаки? Почему нет бездомных собак на улице? На самом деле, смотрите, просто сами. Чистенько все. Вот ребят стоят, рыбку ловят. Там какая-то парочка сейчас обнимается. Вон люди играют в тарелку. Вообще крутяк. Вон нет мусора, нет этих бутылок. Ну, пачка валяется из-под сигаретки. Прямо сразу бросается в глаза. А вон там виднеется на горизонте музей Великой Отечественной войны. Сейчас мы вам его поближе покажем. И парковый комплекс. Очень крутое место. Вообще, кто приедет в Минск, обязательно рекомендую его посетить. Музей новый, очень интересный. Вчера, когда ходили в него, пристроились там к одному человеку. Он был с курсоводом. И он все рассказывал. Было интересно. Вот он, этот музей. Я так понимаю, здесь на 9 мая будет очень красиво. И очень много народа. Вот тюльпанчики засадили уже. Так, мы заходим в музейно-парковый комплекс Победа. Зашли в парк. По периметру стоят солдаты. Все цеплено там дохера. Спецназа. Вот это я понимаю, меры безопасности. То есть, это не нужно, чтобы что-то произошло, чтобы вот так вот встать. Просто через каждые 50 метров стоит солдат. Вот четко. Я называю это четко. Нормально, так заколынил. В костюме медведей ходят, а вот дети пиздят просто. А вот новое здание президента. Палаццо незалежности. Говорят, раньше где-то в центре сидел, сейчас переехал сюда. Каждый день работа ездит с кортежем. Примерно, говорят, к 11 приезжает и где-то в 54 уезжает. Вот эта тема еще крутая. Получается, когда он подъезжает, они нажимают, они опускаются вниз. Можно заезжать. Когда папа приезжает и работают, вот тогда и опускаются. Папа дома, все закрыто. Никого не ждут. Вот вчера с таксистами ехали, разговаривали. Он говорит, в принципе, так вылезано все. И везде, не только по центральным улицам, но даже на окраинах. И он говорил, что типа, что это все равно хреново. Мол, что вылезано и вылезано, денег нет, работы нет. Но с другой стороны, лучше, когда у тебя все вылезано и когда ты выходишь просто. У тебя реально город чистый, аккуратный. Нежели, чем, представляете, сейчас был бы здесь просто срач. Мало того, что гулять было бы неудобно и интересно туристам. Но туристам-то бог с ними. А вот местным жителям, это, конечно, было бы неприятно жить в этом городе. А так, я думаю, что касаемо чистоты, вообще супер. Я уставлю оценку 5 баллов. Крутая штука, на самом деле, этот флагшток. Очень эффектно смотрится. Особенно флаг, он прям развивается классно. Ну и где вот здесь теперь, да, сказать, что это бывший Советский Союз? Все современное, все очень крутое. Вай, вай, вай. Субтитры сделал DimaTorzok Значит, сегодня 1 мая. Всех поздравляю с праздниками, с Пасхой. Всем мир, труд май. Собираемся ехать домой. Время пол первого дня. Кратко хочу подвести итоги поездки. В общем, парни, вообще крутая поездка получилась. Минск очень интересный город, мне очень понравилось. Со многими местными людьми общался. Они говорят, ну это просто вы туристы, вам непривычно, новое все. В этом есть своя правда, потому что те, кто здесь живут, город им приедается. Он уже ничего особенного им не кажется. Но тем не менее, для первого раза я приехал сюда, мне очень понравилось. Классно. За все время поездки потратили примерно 45 тысяч рублей. То есть мы здесь прожили 3 ночи и, грубо говоря, 4 дня. На что потратили? Перечислять долго. Соответственно, нажимаем описание к ролику. И там я прям стараюсь первый день. Столько потратили, второй день. Ну, распишу. И сразу распишу все в наших рублях. Не в белорусских, а в наших. Чтобы вам было проще представлять, что сколько стоит. Одно-то хочу сказать, что поесть можно и очень дешево и вкусно. И можно поесть дорого и не очень вкусно. То есть места как везде нужно искать. Вот. Ходили в крутые бары. Ходили в крутые ресторанчики такие интересные. То есть бар, ресторан, друзья. Всем рекомендую. Классный барчик. В пивоварню ходили. Местную тоже одну. В общем, здорово. И вообще погуляли. Много что видели. Прошли примерно 45 километров за 3 дня. То есть это дофига. Соответственно, сейчас еще напоследок поели. Садимся в машину и выдвигаемся. Так, ну вот. Я подъезжаю, короче, к границе. Так, пацаны, шкурили меня уже два раза. Точнее, один раз мне выписали два штрафа сразу. Вот прям практически на подъезде границы. Останавливаю все. Показываю тоже. Первый штраф у меня был 28 числа. И второй сегодня. То есть за превышение оба. Там я превысил примерно на какой-то километраж. В общем, один и второй штраф на наши деньги 350 рублей. Я их оплатил карточкой. Вышел, съел, ток начал разгоняться. И прям опять останавливают. Но я этому сотруднику уже прям показываю. Два человека, говорю, все оплачет. Он там посмеялся. Говорит, типа, что же вы так разгоняли? Ну, короче, там поговорили. Денег не стал, брать отпустил. Вот. Соответственно, поаккуратнее всем сразу говорю. Бдят. Так что штраф приходит. Прям на выезде ваши курят. Кстати, если у вас нет, например, белорусских рублей, а карточка ваша, например, там заблокировалась или не работает, это вообще тогда не классно. Вас заставят ехать в банк, менять рубли русские на белорусские, оплачивать, приезжать, показывать квитанцию. Пока вы это не сделаете, права изымаются. Вот сейчас перед мне мужик стоял, он чуть ли не заплакал. Там лет пятьдесят, он, и что, я теперь должен ехать ему? Да, да, говорит, вы в Беларуси, у нас такие законы, типа, ну, у нас там, в России, говорит, это у вас там, в России, сейчас же вы в Беларуси. Ну, и, короче, он либо поехал, либо пошел под меня. Все, а так вот уже едем, подъезжаем, в принципе, границы. Я думаю, минут через 15-20 мы будем. В общем, все, выехали мы через границу. Потеряли на нее время примерно 5-7 минут. И то из-за того, что, ну, даринобойщики были пограничнее, говорит то, что 3-го числа будет вообще народу просто пипец, говорит, очень много россиян приехал, ну, русских отдыхать. Поэтому, говорит, пробка будет большая. Повезло, говорит, что вы так рада уезжаете. Мы уже в Московской области, погода у нас отличная. Ну, последний километров 200 такая погода идет. Парни, камеры висят вообще подло, на самом деле. Вот едешь, например, разрешено сейчас 90 ехать. Потом резко, например, въезд в населенный пункт, где 60. И вот, например, на въезде камера. То есть, прям увидели, что населенный пункт, тогда прямо вообще сразу тормозит, чтобы в населенный пункт мы въехали, которые в под 60. Соответственно, я когда туда ехал, я не придавал этому значения. И поэтому на душе есть ощущение, что придут несколько писем счастья. Хорошо, если только несколько. Время 8.20. Пройдите 28 километров. Мы намкали.